Дачный шашлычный сезон Сами берем и маринуем А где покупаете мясо обычно? В мясных лавках А какой ваш самый фирменный секрет приготовления? В чем любите мариновать? На чем жарите? В собственном соку Да А вы сами маринуете мясо, либо уже берете готовый вариант? Нет, сами маринуем А где вы обычно мясо покупаете? На рынке А расскажите, пожалуйста, ваш любимый секрет приготовления маринада? Какой? Ну, мы делаем в сухом вине В своем причем Получается шашлык мягкий, ароматный, сочный Ну и приправы там Соль, перец Обычно вот этот вот лук И если на даче, мы там какие-нибудь травки кладем Да, люблю, уважаю А вы покупаете готовый уже вариант? Либо вы берете мясо и затем маринуете его? Когда как? Если вы берете готовый вариант, где вы его берете? Ну, в супермаркетах обычно Если может быть самый любимый супермаркет? Вот так вот издалека, да? Чаще всего хожу в магнит А если вы берете готовое мясо, где вы его покупаете? Готовое мясо на рынке И фирменный секрет, рецепт вот именно вашего мяса, маринада В чем маринуете? В чем мариную? Да Соль, обязательно Укроп Сушеная зелень Для тех, кто не желает тратить много усилий и времени на приготовление шашлыка Отдельные компании специально производят готовые полуфабрикаты Они называются мясом в маринаде, а в простонародье – готовым шашлыком Десятки брендов можно найти на полках супермаркетов и магазинов Я все-таки считаю это дело индивидуально Каждого человека Кто-то все-таки любит сам позаниматься этим мясом Сам по своему рецепту его замочить Бывают разные ситуации Бывает, людям некогда это делать Они приехали, купили в упаковке, сразу выехали То есть на свои мероприятия Безопасно покупать мясо В стационарных торговых точках Которые прошло государственную ветеринарно-санитарную экспертизу И является безопасным Выбирая готовый шашлык для своего пикника Нужно обращать внимание на следующее Рекомендуется отдавать предпочтение Тем продуктам, которые произведены известной компанией Нужно учитывать дату изготовления Не стоит выбирать мясо, заправленное Так называемым белым соусом Можно отравиться Все кусочки мяса для шашлыка Должны быть примерно одинакового размера Однако, если хочется добавить в маринад И приготовление шашлыка фантазии То можно самостоятельно купить свежее мясо Здесь главное правильно выбрать деликатес У проверенного поставщика Что касается предпочтений По тому, какое мясо брать Ну, наверное, все-таки Нужно брать охлажденное мясо Которое уже прошло ферментирование То есть созрело Наиболее вкусовые качества в нем развиты уже И, соответственно, и польза для организма Что касается проверок Мы в соответствии с планом Ежегодно проводим надзорные мероприятия Как на торговых точках, так же и на рынках Самым популярным мясом для шашлыка Сегодня остается свинина Оно вкусное, достаточно мягкое и сочное Главное выбрать нужную часть туши Лучше всего отдать предпочтение шее Из говядины тоже можно приготовить Хороший и вкусный шашлык Выбирать в этом случае нужно Телятину или бычка Так сказать, помоложе Готовить тоже нужно с умом Ветки, дрова, угли Все сгодится, если после прогорания Останется хорошая куча горячих углей Которые покрылись сверху белым пеплом Высота находящегося над углями шашлыка Не должна превышать 30 сантиметров Но и ближе не стоит опускать На этой высоте температура должна быть такой Чтобы руку нельзя было удержать более 2 секунд Подавать шашлык нужно горячим Приятного аппетита Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов Новости Улправда ТВ 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 Новости Улправда ТВ